Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Вассента. Смотрите сейчас. Курс на холода. В Бобруйске завершена подготовка к отопительному сезону. Ждем на постановление совета министра. Когда включат батареи. Роковое 30 сентября. На пожаре спасли двух мужчин. Это хорошо, что не было лета. Это уже не первый поджог. Кто стал героем нашего времени? Молитва в бронзе. В Бобруйске прошел вечер колокольного звона. Получили огромное удовольствие. Как это было? А также вопросы государственной важности, обеспечения безопасности и подготовка к самому молодому празднику. Что в планах? Перспективы развития свиноводческой отрасли обсудили на совещании у президента. Акцент на анализ ситуации в каждой области. Губернатор доложили главе государства о состоянии дел. Предстоит провести детальный анализ в разрезе регионов, чтобы определиться, где, сколько и каких комплексов нужно возвести или реконструировать, каким будет помощь и участие со стороны государства. По аналогии с тем, как это было сделано в стране с молочно-товарными комплексами. Для исправления ситуации требуется, прежде всего, соблюдение элементарных мер технологической и трудовой дисциплины. Активизация селекционно-племенной работы, совершенствование рецептур комбикормов. Следует и ученым пошевелиться и оказать необходимую помощь. На территории страны работает БНБК, которая может сделать под ваши потребности все, что вам угодно. Договаривайтесь и берите самое лучшее комбикорма. Затрагивалась и тема поставки в Беларусь свинины по импорту. Александр Лукашенко подчеркнул, что страна производит достаточно, чтобы обеспечить собственные потребности и дефицита не наблюдается. Поставки этой продукции из-за рубежа выполняются преимущественно для нужд мясоперерабатывающей промышленности. Бобруйские правоохранители вытащили из огня двух мужчин. Во время несения службы сотрудники ППС заметили сильное задымление в одном из домов в частном секторе. Милиционеры вмиг бросились осматривать владение. И не зря. Как это было далее. Волю и судеб Людмила Данилова стала свидетелем пожара. В полночь женщина услышала гул машин и крики соседей. За окном полыхал восьмиквартирный барак. Жительница частного сектора до сих пор в шоке от беспечности постояльцев окрестного дома. Окно у меня приоткрыто, как я, и дым повалил. Мне же страшно. Это хорошо, что не было ветра. Это уже не первый поджог. Раз мы с соседкой напротив, сами тушили. ЧП произошло по улице Сака. В момент возгорания рядом оказались сотрудники милиции, которые вызвали МЧС и, проявив отвагу, спасли двух мужчин. Огнеборцы потушили пламя в считанные минуты. При этом последствия огненной стихии необратимы. На следующие сутки после пожара на этот дом без слез не глянешь. Картина перед глазами ужасающая. Обломки шифера, остатки одежды, обугленные матрасы и мебель. Все теперь пойдет в утиль. 3 сентября стало роковым для жителей барака по Советской. Загорелась комната в одной из квартир. К счастью, 57-летняя хозяйка успела выбраться оттуда живой. Закоптили стены и потолок. Сгорело некоторое имущество. Работник МЧС напоминает, что неосторожное обращение с огнем, в частности при курении, до сих пор является самой распространенной причиной пожара и гибели человека. Не допускайте такой неосторожности и в случае пожара обязательно набирайте спасателям по телефону 101 или 112. За последнюю неделю в Бобруйске произошло 5 пожаров. Один человек погиб. Трагедия произошла по первому дальнему переулку. Из-за вспышки бензина пострадала 58-летняя местная жительница. С частного подворья пенсионерку доставили в больницу. Но ожоги 80% тела оказались несовместимы с жизнью. Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Беларусь гостеприимная, картофельные запасы и длинный уикенд. В ноябре белорусов ожидают большие выходные. Когда можно выдохнуть? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. В преддверии Дня народного единства по всей стране стартуют акции «Беларусь-одзинае». В планах автопробеги, выставки и диалоговые площадки. Спикерами станут лидеры БРСМ, профсоюзов, объединения «Беларусь». Открытый разговор по актуальным темам информационной повестки, в том числе острым, поможет найти ответы на волнующие вопросы. Белпотребкооперация планирует заготовить 17 тысяч тонн картофеля. Из них порядка трех с половиной заложат на хранение в стабилизационные фонды на межсезонный период. Закупочные цены от 40 до 60 копеек за килограмм. Для максимального охвата привлечено 760 приемных пунктов, плюс несколько тысяч магазинов в сельской местности. До 6 сентября на БелС проходит учение по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Программа предполагает передвижение и работу спецтехники МЧС и МВД. Будут задействованы системы оповещения, запланирована учебная эвакуация населения. Профилактические меры необходимы, чтобы отработать слаженные действия в случае экстренной ситуации. Беларусь готовится к увеличению потока китайских граждан. Это связано с решением КНР снять ковидные ограничения. До пандемии Поднебесная лидировала в туристической статистике. Более 120 миллионов человек посетили другие государства. После введения безвизового режима в 2018-м наша страна попала в топ-5 стран, где любят бывать жители Народной Республики. Осенний бонус. В ноябре белорусов ожидают большие выходные с 4-го по 7-е. Правда, отработать придется. 6-е число переносится на субботу, 11-е. Однако наниматели могут корректировать графики, если это требует производственной необходимости. Следующий уикенд ожидается не раньше декабря, с 23-го по 25-е число на католическое Рождество. Тепло в каждой дому. В Бобруйске завершена подготовка к отопительному сезону. Специалисты выполнили все необходимые работы на газовом, тепло- и электротехническом оборудовании. Отремонтировали внешние инженерные сети, провели гидравлические испытания, обследовали вентиляционные каналы. К осенне-зимнему периоду паспорта готовности получили 731 потребитель и 73 источника тепловой энергии. Подготовка организации всех форм собственности проводится по правилам подготовки организации к отопительному сезону и о проведении завершении, утвержденном постановлением Совета Министров номер 386. Жар в батареях напрямую зависит от температуры воздуха на улице. В первую очередь отопление поступит в больницы, детские сады и поликлиники. Далее в жилфонд, затем в административные здания. Столбик термометра для этого должен держаться ниже 8 градусов на протяжении 5 суток. Планируйте поездки заранее, но в городе изменится маршрут у некоторых автобусов. Из-за ремонтных работ на ЖД переезде по Бахарова 6 сентября с 9 до 16 часов автобусы 19, а также 5, А, Б и Д будут ехать по улицам Орловского, Карла Маркса, Орджоникидзе и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. Внесены правки в расписание пригородного транспорта Брошка, Каменка, Глуша, Дойничева. За новостями следите на сайте Бобруйского горосполкома. Тепло и душевно. В Бобруйске прошел вечер колокольного звона. Сотни жителей и гостей города собрались в храме в честь иконы Божией Матери Целительница. Об особой молитве Елизавета Липеева. Вечер колокольного звона начинается с акафиста – одного из видов церковных гимнов. В переводе с греческого – неседальная песнь. Обращение Господу через молитву, торжественную хвалебную песню – древняя православная традиция, которая актуальна во все времена. Особенность праздника – время слез вонарей. Колокольный звон – это особая молитва. Это молитва действительно не словами, а звоном, который люди выражают игрой. Эта молитва очень драгоценна, потому что ее не только наши слова, но эту молитву слышит Господь. И очень радостно, что в нашем городе Бобруйске эта молитва звучит. Голос церкви. Благостные звуки из колокольни завораживают. Мастерство демонстрируют звонари из разных храмов Бобруйска и поселка Гатова. Верующих здесь радует не только проникновенным звоном, но и удивительной историей колокольного искусства. Для меня тут сложностей нет. Для меня это наоборот какое-то удовольствие и благодать Божья. И есть такое выражение, что не мы звоним, а нами звонят. Потому что когда человек слушает колокольный звон, вот я вижу часто, человек останавливается, и он поднимает голову в небо. И вот этот момент очень похож на единение такой молитвы. Во дворе храма в честь иконы Божьей Матери Целительница многолюдно. Жители и гости города наслаждаются трепетной атмосферой и концертной программой. На сцене гомельский скрипичный дуэт «Клён» и мужской хор Всехсвятский под руководством регента Дмитрия Токмакова, вместе с которым все присутствующие исполняют песню «Малиновый звон». В прошлом году мы также были на этом празднике. С удовольствием отдыхаем душой, слушаем прекрасный звон колоколов. На душе просто праздник. И колокольный звон, он же лечит не только сердце, душу и всё-всё. И вот у меня сегодня как раз день рождения, и так получилось, что именно в этот день такой духовный подарок. Получили огромное удовольствие. Вообще такие вечера, они благостно сказываются на общем состоянии. И людям здесь находиться очень-очень приятно. Спасибо всем, кто в это вкладывается. Помимо музыки для души, посетителям сладкая ярмарка, горячий чай, участникам дипломы. Вечер колокольного звона проводится в Бобруйске во второй раз. И с каждым годом любовь к молитве в бронзе только крепчает в сердцах. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok